Всем привет! Сегодня мы будем омолаживать шею, возвращать ей физиологичную длину и устранять кольца Венеры. Этот массаж подойдет для любого возраста, выполнять его можно ежедневно в течение двух недель, а затем перейти в поддерживающий режим. За две недели вы получите заметный результат, что очень кстати перед праздничными событиями. Начнем с раскрытия грудного отдела. Поднимаем плечи к ушам, отводим плечи назад и фиксируем это положение, считаем до 10. Чувствуем тепло между лопатками. Досчитали до 10, опустили плечи и повторяем этот прием еще три раза. Подняли плечи к ушам, отвели плечи назад и зафиксировались. Считаем до 10. Опустили плечи и еще два раза подняли. И последний раз подняли плечи, отвели и зафиксировались. Затем расслабим трапециевидную мышцу. Отворачиваем голову в левую сторону, поднимаем правое плечо и укладываем затылок на плечо. Считаем до 5. Затем опускаем подбородок по направлению к подмышечной впадине и левой рукой оказываем небольшое давление. Чувствуем вытяжение трапециевидной мышцы. Так же считаем до 5. Повторяем этот прием еще два раза. Поднимаем правое плечо и укладываем затылок на плечо. И растягиваем глупоцелудную мышцу. Еще раз сокращаем, укладываем затылок на плечо. И растягиваем. Выполняем этот прием на другую сторону. Поворачиваем голову вправо, поднимаем левое плечо и укладываем затылок на плечо. Сокращаем трапециевидную мышцу. Считаем до 5. Затем опускаем подбородок. И правой рукой оказываем легкое давление. Чувствуем растяжение трапециевидной мышцы с левой стороны. Повторяем еще два раза. Затем опускаем трапециевидную мышцу. Сократили. Растянули. И последний раз поднимаем, укладываем затылок. Считаем до 5. И растягиваем трапециевидную мышцу. Следующий прием для устранения холки, что очень часто бывает при нарушениях в шейном отделе. Укладываем руки на область седьмого шейного позвонка. И начинаем массировать от центра в сторону. Стараемся размассировать этот холмик, чтобы он уменьшился в размерах или еще совсем. Теперь разогреем заднюю поверхность шеи и приступим к основным приемам. Перетирающими пилищами движениями разогреваем заднюю поверхность шеи с одной стороны. А затем с другой стороны. Следующий прием это безопасные наклоны и повороты головы. А для безопасности нам понадобятся собственные руки. Укладываем ладони на шею и выполняем мелко амплитудные наклоны головой влево-вправо. Не торопимся, выполняем в своем темпе. Затем поворачиваем голову влево-вправо. Следующий прием, чтобы вернуть нормальный изгиб шеи. И для него нам понадобится полотенце, которое мы скручиваем в валик. Укладываем валик на заднюю поверхность шеи. Наклоняем голову к плечу. И через верхнее положение поворачиваем голову в левую сторону. Затем возвращаемся. И выполняем такие повороты через верхнее положение. А полотенце служит ограничителем против излишнего запрокидывания головы назад. Следующий прием. Полотенце все так же на плечах. Наклоняем голову к плечу и через нижнее положение выполняем полуповорот. Переходим к передней поверхности шеи. Укладываем руки на область декольте возле ключиц. Подтягиваем ткани немного вниз. Подбородок поднимаем вверх. И 10 раз прижимаем язык к небу. Чувствуем вытяжение плотизмы. Расслабим грудиноключично-сосовидную мышцу. Чтобы ее найти, необходимо наклонить немного голову к плечу и отвернуть подбородок в сторону. Захватили мышцу возле ключицы. Отворачиваем подбородок в одну сторону, а мышцу отворачиваем в другую. Затем захватываем мышцу чуть выше. Также отворачиваем подбородок, а мышцу отводим в другую сторону. Продолжаем прорабатывать эту мышцу по всей длине. Поднимаясь выше и выше. И последний раз. Переходим на другую сторону. Находим мышцу. Захватили в начале. Отворачиваем подбородок, а мышцу отводим в другую сторону. Еще раз. Поднимаемся выше. По окончанию этого приема сделаем глубокие проглаживания боковой поверхности шеи. Итак, мы выполнили приемы для расслабления мышц шеи, для улучшения подвижности и возвращения первоначальной длины. Следующим приемом мы разгладим глубокие заломы, сделаем их визуально менее заметными. Захватили залом вертикальным защипом, перпендикулярно залому, и вертикальным движением вверх-вниз начинаем перетирать. Проработали один участок, переходим к другому. Захватили ткани, перетерли. Прорабатываем следующий участок. Улучшаем кровообращение и уменьшаем глубину колец Венеры. Поднимаемся выше. И прорабатываем каждый участок. И в завершении наносим на шею термальную воду или гидролат. Наносим любимый питательный крем, растираем между ладоней. Поверхностно скользим по передней поверхности шеи и спускаемся по боковой. Распределяем крем. И с другой стороны. Итак, крем впитался, а ваша шея стала более гладкая и привлекательная. Напомню, что такой уход вы можете выполнять ежедневно в течение двух недель, а после перейти в поддерживающий режим 2-3 раза в неделю. Если это видео было вам полезно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.